Приветствую вас, дорогие друзья. Товарищ вырывается, не хочет сниматься никак. Уговариваю, уговариваю. Вы на канале находитесь Эко Котя. Меня зовут Екатерина, мне 45 лет, и на своем канале я рассказываю о процедуре Эко и о том, что с этой процедурой связано. Также делюсь с вами своей историей. Итак, это видео будет немножко о другом. Это не прогулка, как вы видите, по ночному Санкт-Петербургу, которую я обещала. Очень хотела снять вчера Московский проспект, но сделаю это в следующую рабочую смену, как бы, через два дня. Обязательно, раз я обещала, вчера просто задержалась на работе на час и уже вышла в 12 часов ночи и не пошла пешком, потому что это действительно было уже поздно, прямо совсем поздно, и вызвала такси. Пожалуйста, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, буду рада новым зрителям. Пишите свои комментарии, ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А новые видео выходят регулярно, 2-3 раза в неделю на моем канале я стараюсь, затрагиваю разные темы, касаемые как самого Эко, так и психологической стороне, да, вот этого вопроса. Итак, обязательно досмотрите сегодняшнее видео до конца, в конце будет кое-что очень интересное, что я ждала уже как бы, ну, две недельки точно, и я думаю, что вам тоже будет интересно посмотреть. Так что до конца смотрите. Сегодняшняя тема у меня возникла сама собой, как сказать, я просто прочитала комментарии своей зрительницы, своей подписчицы. Ее зовут Ксения Арцер, и она мне написала такое сообщение, что она новый подписчик, и у меня много видео на канале, и как бы их тяжело долго пересматривать. Но я прошу вас записать информативное видео, как она пишет, ну, информативного характера, да, где вот, пожалуйста, ответьте на... И написала мне 8 вопросов как раз, чтобы, ну, в одном видео я рассказала вот конкретно какие-то моменты такие ключевые, да, про себя, про свою историю Эко. И это, как она пишет, это будет интересно, уверена, что вы все рассказали, но очень сложно как бы искать в разных видео вот ответы на вот все эти важные вопросы. Итак, я сейчас буду просто зачитывать и отвечать, да, на вопросы Ксении. Я думаю, что многим из вас будет интересно, но и мне самой тоже, потому что, как бы, тут вот именно все, что касается, да, таких ключевых вопросов Эко, все в этих вопросах практически есть. Итак, первое, что спрашивает Ксения, вот я даже себе выписала, возраст и сколько АМГ. Ну, возраст я в последних видео стараюсь говорить, да, мне 45, 45 исполнилось месяц назад, в октябре, то есть мне 45 лет, и вот 7 ноября будет 45 лет, один месяц, так скажем. Если интересно, со скольки я начала делать Эко в 39 лет, почти в 40 я первый раз обратилась в клинику репродукции, но на протокол уже пришла, уже пришла, то есть как бы в 40 лет. 40 лет и 6 месяцев, так скажем, первым мой был протокол. Значит, сколько у вас АМГ? АМГ у меня на данный момент полтора. Полтора. Это 28 августа 2021 года я сдала после пролетного последнего протокола. Сдавала я в Хелисе, сейчас я вам даже покажу. Вот, видите, полтора. Вот, так что по норме я прохожу. АМГ был хороший. Когда я обратилась, вот первый протокол делал, он был 2,5. 40 лет, 6 месяцев, он был 2,5. И потихонечку, потихонечку, естественно, опускается. Вот, такого, что прямо он там резко-преско упал после всех этих многочисленных протоколов, я не вижу. Единственное, что был момент после длинного протокола на блокаде, блокада гипофиса или искусственный климакс, это то ли дикопептил был, то ли дифирелин, дифирелин, по-моему, да. Я сразу сдала через 2-3 дня после отмены, после пролета анализ. Он у меня, да, он упал у меня до 0,75, именно из-за того, что я была введена в искусственный климакс. И потом он у меня поднялся. Это я сдавала просто для интереса. То есть он реально на время падает. Это действительно получается как климакс. Значит, когда я колола, он был еще меньше. Вот. Значит, второе причины бесплодия, вопрос. Бесплодие у нас стоит неясного генеза. У нас причину так и не определили. У нас хорошая спермограмма, хорошая там подвижность, все, морфология. Единственное, что, как я говорила, ДНК фрагментацию мы не делали. И вот как сказал мой последний врач, к которому я сейчас буду уже обращаться на вортопол, что и не надо, потому что это ничего не даст, это бесполезная трата денег. Ну, в нашем случае конкретно у нас хорошая очень спермограмма. Вот. Трубы проходимые. Бесплодие у меня вторичное. У меня есть дочка. Я родила ее в 2001 году. Родила сама без кесарева. И зачатый, естественно, образом. То есть бесплодие у меня вторичное, да, и неясного генеза. Вот тут даже больше, мне кажется, как бы вот возрастное, да. У них, конечно, нет такого бесплодия возрастного, но я сама уже себе ставлю, понимаете, диагноз. На основании вот этого опыта, что у меня, видите, 5 лет сложился. Значит, ну, бесплодие неясного генеза. Третье. Сколько свежих попыток ЭКО и сколько у вас криопереносов? Итак, у меня всего три свежие попытки ЭКО. Значит, две у меня попытки. Это длинный протокол, то есть на блокаде кипофиза. Один на дикопептиве, другой на дифирелине. И один у меня короткий протокол. Это последний. Причем два свежих были протокола с переносами. А первый самый протокол, первый протокол у меня был без переноса, потому что там была гиперстимуляция, перенос был отложен. Вот. Сколько у меня было криопереносов? Криопереносов у меня, получается, было 6. Вот. Итого, вот 6 криопереносов плюс 2 переноса свежих протоколов, у меня всего 8 переносов. Так, вопрос номер 4. Были ли успешные переносы? Да, у меня был успешный перенос. Перенос номер 4, который у меня был в июле 2019 года, в конце июля. И он закончился замершей беременностью примерно на 5-6 неделе. Обнаружили мы уже позже, на 7-8 неделе. После УЗИ, после нескольких УЗИ. И получается, что было плодные со 6 мм, что соответствует как бы больше 5 неделям, 5,5. И там как бы не видно было эмбриона. То ли это и она бриония была. В общем, непонятно. ХГЧ тоже начал падать. То есть он рос, рос, рос. В какой момент он начал падать, я это не уследила. Потому что я не сдавала там через день, не бегая. Сдала несколько раз. Поняла, что он растет. И уже ждала УЗИ назначенного, чтобы уже как бы увидели сердцебиение. И вот в этот момент, наверное, когда я ждала, значит, вот эмбрион, беременность замерла. Их ГЧ, скорее всего, начал падать. Потому что когда я уже пошла сдавать, он уже был в районе 400 с чем-то. Ну, соответственно, поддержку я бросила по назначению врача. Никакой чистки у меня не было. У меня был дома как, ну, типа, выкидыша, да. На третий день после отмены поддержки. И, соответственно, еще было несколько контрольных УЗИ. Проконтролировали, что ничего не осталось. И что чистка не требуется. И все как бы. Причины непонятны. Анализ, вот, абортус называется, анализ не сдавали, не повезли. Вот. Я сфотографировала, показала врачу, но никуда мы не везли. Значит, так, ответила на вопрос номер, да, получается, 4. Пятый вопрос. Какая была подготовка перед переносами? Ну, и тут она перечисляет. УЗИ-кавитационная терапия или другая физиотерапия и результаты. Ну, вы знаете, как бы перед переносами, значит, физиотерапия мне противопоказана. Была, как говорили мои врачи, потому что у меня имеется миома. И всякое прогревание, всякие вот такие вещи не противопоказаны. Поэтому мне не назначали. Пиявки я тоже не делала. Я принимала препараты всякие. Ну, вот, инозитол, допустим, для улучшения качества яйцеклеток. Именно, чтобы повысить качество яйцеклеток в свежих протоколах. И принимала всякие, ну, добавки, всякие травки, там, шалфеи, малины, ела ананасы для наращивания эндометрия. Все, не более того, никакие там плазмоферезы, пиявки, как я уже говорила, там, и так далее. Никакие такие, как сказать, процедуры, процедуры я не проходила. Только чисто, вот, витамины, добавки и народные всякие средства. Так, вопрос номер 6, получается, да. Какие были ошибки в протоколах, по вашему мнению? Ну, вы знаете, как бы, ну, я считаю, что, в принципе, ошибок не было. У меня очень были хорошие результаты по взятым яйцеклеток, по свежим протоколам. То есть, первый протокол у меня взяли 18 яйцеклеток, я считаю, для 40 лет. Это прям вау. Вот, и получилось на выходе у нас 10 эмбрионов. Один был, правда, класс АЦЦ, мы утилизировали, и 9 у меня криоконсервировали. Поэтому я не считаю, что здесь какие-то ошибки. Второй протокол, там, по-моему, было 7, если я не ошибаюсь, фолликулов, да, 7 яйцеклеток взяли. Пять из них было, ну, зрелых. И на выходе получилось 2 эмбриона, да. И третий протокол взяли 6, и на выходе получилось 3. Вот, никаких ошибок не было. Единственное, что у меня были переносы по одному эмбриону, да, я считаю, что это, да, наверное, все-таки уже исходя из опыта своего. И сейчас вот девочки пишут, там, в Израиле и, как бы, ну, в некоторых других странах. Для нашего возраста практикуют 3-4 даже эмбриона, да. То есть успех зависит от количества попыток и от количества перенесенных эмбрионов. Чем больше их, а тут перенося по одному эмбриону, конечно, не переносили в свежих протоколах по одному эмбриону. Потому что даже, то есть гиперстимуляция была в первом, да, в свежем. Во втором тоже была, да, и они побоялись. То есть у меня уже разбивал живот, да. Ну, сейчас я расскажу об этом подробнее. И они из-за того, что вот боялись этой гиперстимуляции, переносили по одному. И вот сейчас тоже были последние переносы тоже по, было два переноса, по-моему, по одному, если я не ошибаюсь. Они уже боятся возраста, боятся двойни. Вот я считаю, что, может быть, это какая-то, ну, какая ошибка все-таки надо. Ну, у нас в стране разрешено два максимума переноса. То, что надо переносить в нашем возрасте однозначно по два. И, возможно, да, какие ошибки. Ну, мы не делали ПГД. Ну, вот. Ну, это уже как бы зависит от наших финансов, грубо говоря. И от нашего мнения. Первый врач у меня был против ПГД. Он считал, что можно испортить хорошие эмбрионы. Потому что, как бы, ну, в нашем возрасте они часто мозаики, да. То есть, ну, как в Далматинстве футбольный мяч. Вот, вы, наверное, слышали доктора Гузова, он об этом говорил. И что, как бы, можно взять из плохого места и хороший эмбрион загубить. Либо просто, как бы, понизить качество этим ПГД. Вот. Но кто-то именно, как сказать, говорит, что ПГД, оно, ну, как сказать, уменьшает количество вот этих ненужных переносов, да. То есть, получается, без ПГД переносим эмбрионы, которые заведомо плохого качества. Тратим время. То есть, возможно, вот ошибка, что мы не делали раньше ПГД. Но это конкретно, это, как бы, никто не заставляет. Это все по желанию, вы понимаете, да. Это не врачебная ошибка, а может быть, какое-то наше упущение, мое упущение. Дальше, значит, вопрос. Как переносите стимуляцию? Есть ли гиперстимуляция? Да, девочки, значит, гипер... Мне каждый раз раздувает сильно живот. Первый раз вообще кошмар было. И после пункции невозможно было ходить. То есть, видимо, много проколов было, когда брали эти 18 яйцеклеток. И я просто, мне каждый шаг давался. Вот этот огромный живот все время тянет в туалет. Это какой-то кошмар был. Ну и после каждого протокола у меня начинается беготня в туалет. Потому что, видимо, там все сдавливается. Все равно раздувает живот. То есть, я выгляжу вообще как беременная, там, я не знаю, на 3 месяца, на 4. Просто реально такой живот. Вот. И первый протокол, да, я даже ездила в клинику на капельнице. То есть, после пункции меня раздуло. На следующий день у меня началась одышка. Мне тяжело дышать. Я не могла застегнуть вот брюки. Да, я сижу на работе. Я уже все, не могу. Звоню вечером в клинику. Они говорят, ой, что вы там терпели весь день. Не надо приезжать там срочно. Вот. И в итоге я ездила несколько дней, мне ставили капельницы как бы. И мне стало легче. И, конечно, вот это все сдувается с приходом нового цикла. То есть, наступает новый цикл. И уже живот опадает. Ну, и яичники еще долго были увеличены. Потому что там было много желтых тел. В общем, гиперстимуляция у меня есть. То есть, даже когда брали вот получается 7 фолликулов, она все равно у меня в маленькой степени, но была. И это не очень приятно. Дальше. Что с дедимером? На пробистерон растет ли он? Так, девочки. Я вот сейчас пыталась найти анализ на дедимер. Я его сдавала не после переноса. Это однозначно. Я его сдавала несколько раз заранее. Он был в норме. И я вот просто не помню, какой это показатель был. Ну, точно, точно в норме. Потому что братья назначал. А после переноса мне врач не назначал. Хотя я спрашивала, может дедимер сдать? На самом деле, это норма, что дедимер растет во время беременности, допустим. Не знаю. Вот. Я не знаю, насколько это важно, мониторить этот дедимер именно на прогестероне. Да. Насколько это опасно, если он растет. Если это как бы естественный процесс при беременности, да, что он растет. Вот. То есть, я честно скажу вот этим вопросом. Не занимался. Я сдала несколько раз. Он был в норме. И мы эту тему как бы, вот, врач больше не просил. Когда я спрашивала, он говорил, нет, не надо. Значит, следующий вопрос. Было ли обследование на мутации гематолога? Да, конечно, мы сдавали, сдавали все обследования. Еще сдавали и на генетику, кариотип, он у нас в норме. Это все было в начале, да. После, там, первого неудачного переноса, если не ошибаюсь. Либо перед даже протоколом. А, ну да, после первого, получается. Вот, допустим, мутации на тромбофилию генетическую я сдавала в мае 18-го года, да, получается, да. То есть, это после первого переноса неудачного. И, значит, что по результатам не дали, вот, тут целый такой талмуд. Тут все прям расписано. И вот, когда я сейчас ходила к гематологу, она сказала, что две первые, F2, F5, это самые страшные мутации. Вот, у меня их нет. Тут написано. Вариант полиморфизма, располагающий к развитию тромбозов, не обнаружен. У меня обнаружены не такие важные. ST, ну, тут M, T, H, F, R, ST, AS, GG, AG, которые встречаются там у большинства, ну, как, у очень большого процента людей, так скажем. Она сказала, что это не сильные мутации, но они все-таки есть. И у меня все-все-все протоколы, они шли на, если я не ошибаюсь, вот один не был, по-моему, не все. Восемь переносов у меня, значит, было, и семь из них, они у меня были на кроверазжижающих препаратах, именно которые надо колоть, то есть, либо кексан, либо фоксипарин. Аспирин, ну, в форме, там, тромбоаз или кардиомагнил, да, или аспирин-кардио у меня каждый раз идет. И плюс курантил. Ну, курантил это немножко другое, это для улучшения кровообращения. Вот, то есть, вот эту, вот эту сторону, да, мы пытаемся как-то обезопасить, да, то, что у меня небольшая скорость с тромбозом, и обязательно, обязательно колоть. Сколько назначают? Фоксипарин назначает 0,3, кексан назначает 0,2. Последний протокол я сама вообще колола, кексан 0,4. То есть, мне назначили 0,2, я как бы проявила самодеятельность, и, ну, там, вычитала, с девочками пообщалась, что 0,2 это протоколическая доза, 0,4, 0,6 лечебная, и колола 0,4. Также мне назначается митепред почти во всех протоколах, что, как бы, тоже, как бы, страхует от антифосфальпидного синдрома, я так понимаю. Также я в августе пошла, сдала вот на этот АФС, 4 показателя было, вот, и у меня, у меня, у меня был повышен волчаночный антикоагулянт. Сейчас я была у гематолога на днях, буквально, я думаю, что это завтра будет, я иду пересдавать, я вам символировый гормон показала, я иду пересдавать. Вот волчаночный антикоагулянт, еще некоторые анализы, которые мне назначил гематолог. Оказывается, я сдавала их неправильно, я сдавала на голодный желудок, а надо сдавать за 20 минут выпить стакан воды, сдавать в определенные дни цикла, это должны быть сухие дни цикла, с 10 по 24 день цикла. Я сдавала это в месячный, я сдавала это на голодный желудок, я сдавала это через 3 дня после отмены препаратов поддержки. То есть, а эти препараты, на которых мы сидим, да, тот же вот Рожестан, вот Прогенова, они все очень сгущают кровь и могут менять вот эти показатели. Поэтому она сказала, что сейчас сдать уже в нормальном состоянии, чтобы не было никакого насморка в горло с 10 по 24 день, выпить в этот стакан воды, и тогда уже будем смотреть, да. Но в любом случае у меня был митепрессия, да, и врач назначала, я просила, чтобы вот этот тоже вариант как-то обойти, да, то есть как-то подстраховать, если, допустим, у меня это есть, чтобы этот препарат, он не погасил вот, ну, вот этот возможный АФС. Так, дорогие друзья, ну, в общем-то, вот и все вопросы, которые задала мне моя подписчица. Надеюсь, я как бы, ну, кратенько, быстро, но ответила. Если по какому-то вопросу вам надо более развернутый ответ, пожалуйста, пишите в комментариях, я отвечу, да. Сейчас у меня планируется 9 свежий, 9 протокол, ну, это 9 протокол, 4 свежий протокол, а так он по счету будет, если перенос, это будет 9, да. И он планируется вот либо ноябрь, получается, 20 ноября будет начинаться, либо в 20-х числах декабря. Все будет зависеть от того, от моих яичников, будет ли там какая-то киста с предыдущего протокола, либо желтое тело. Если не будет, мы вступаем сейчас, в конце ноября, в 20-х числах. Если будет, они не хотят меня посадить на ради контрацептивы, то есть, скорее всего, это будет Фимаден. И уже будем вступать тогда 20-го декабря. Тоже насчет оральных интерцептивов, много очень комментариев, что они сгущают кровь. Я сама, да, знаю, что они сгущают. У меня был отрицательный опыт их применения в молодости, как долгого, и, может быть, из-за этого и заработала себе там. У меня было 2 эпизода тромбоза, и один из них был тоже на фоне противозачаточных. Поэтому, как бы, есть еще такое мнение, что эндометрия после них плохо растет в следующем цикле. Поэтому все это спорно будем обсуждать с врачом. И я, когда пойду к гематологу на второй прием уже со свежими анализами на волчанку и другим списком, я обязательно тоже спрошу, не противопоказаны ли вы имеете препараты. Так что так, дорогие друзья. Вот, а что у меня для вас имеется? Кто смотрит такую девочку тоже замечательную? Мы же все девочки, правильно? Которая занимается тоже давным-давно, занимается ЭКО, у нее есть дочка. Значит, от первой попытки ЭКО в 37 лет она, наверное, живет, она в Израиле. Ее зовут Рита Магали. Риточка, привет тебе большой! И она мне послала свечку с Ярусалима. И я так поняла, что она пошла в храм, либо кто-то пошел, там из ее знакомых, родственников, и, значит, зажгла эту свечку у гроба Господня. Там есть благодатный огонь. И, соответственно, свечку зажгли, потушили. И если, значит, эту свечку зажигать дома, как она сказала, да, то это будет считаться, что горит благодатный огонь. И можно зажигать, я так понимаю, что молиться. И просто как бы это... Ну, мне надо еще почитать на эту тему. Если кто-то знает, или сама Рита, пожалуйста, напиши, как правильно вообще пользоваться. Потому что мы еще с мужем не смотрели. Вот я пришла сегодня с почты там. Правда, просидела долго. Потому что получала еще и отправляла там посылку. Ну, это по интернет-магазину. Получила я быстро, отправляла долго, так скажем. Вот. И такой аромат от этой свечки исходит. И я даже, видите, не открыла. Хотя у меня муж говорит, открывай, открывай. Я говорю, подожди, я сниму это на видео. Я думаю, что Рите будет приятно. Вот. Сейчас я открою и вам покажу. Прямо там идет аромат через... Через вот этот пакетик. Так, дорогие друзья, смотрите. Ой, слушайте, такой прямо как медовый аромат. Вот тут написано Иерусалим. Holy Land. И тут написано из гроба Господня по-русски, да. Ну, и тут еще написано по-английски. Of the Holy. Так, боюсь неправильно прочитать. Иерусалим. В общем, от гроба Господня из Иерусалима. Вот, посмотрите. И видно, что, да, ее зажигали. Я так понимаю, что она состоит из 33, наверное, да, свечей по числу лет, которые было Иисусу, правильно? Ну, я не знаю, дорогие друзья, мне так кажется, да. Вот, и я так поняла, что они бывают разного цвета, как Рита говорила в своем видео. И вот я не знаю конкретно для чего этот цвет, да, он такой получается красненький, а тут в оранжевый переходит. Ну, аромат просто меда, понимаете. Вот, и мы, конечно, будем с мужем зажигать. Риточка, еще раз спасибо тебе большое. Мне очень-очень приятно. Вот. И как бы... Очень такое, как бы... Ну, мы сами просто в Израиле не были. И понятно, чтобы... Ну, как сказать... Что мы бы не могли, как сказать, никогда получить такую свечку, если бы не ты. Вот. Так что эмоции меня переполняют. Вот. Дорогие друзья, кто знает, напишите, как правильно пользоваться. Я думаю, что Рита сама в комментариях под моим видео напишет. Вот. На такой положительной ноте, хорошей, я хочу закончить свое видео. Всех была рада видеть. Всем большой привет. Кто сидит сейчас на локдауне, пожалуйста, не скучайте. Займитесь какими-то делами, хобби. Вот. Я понимаю, что это все неприятно, да. Ну, вот, например, меня это, конечно, не коснулось конкретно нашей сферы деятельности. Ну, вот, я вижу, что народ, как бы, они вот ходят по улицам. Никто дома, конечно, не сидит. Ездят в транспорте. Может, как-то неправильно восприняли это все. И, как бы, вот, на самом деле много очень алкоголя покупают в магазине. Потому что я работаю, я вижу, да. И я считаю, что это, наверное, все-таки неправильно. Вот эти, как бы, праздники, там, я не знаю, как, ну, не праздники. Тут у нас и праздник. Четвертого ноября ожидается и вот этот локдаун все вместе. То есть, вероятно, еще, наверное, его продлят. Я считаю, как бы, все-таки надо соблюдать, там, ну, действительно, как-то не собираться группами, не разъезжать, не ходить. Особенно, вот, пожилых людей тоже много ходят, гуляют по магазинам. Я считаю, все-таки, это неправильно. Надо себя беречь. Ну, и впадать какие-то, там, депрессии по этому поводу. Это не от нас зависит. Вот такая ситуация сложилась. В такое время мы живем. И нам придется с этим жить, я так понимаю, еще долго. Поэтому всем желаю плодотворно провести эти дни, кто высажен, так сказать, с работы в изоляцию, да. И всем желаю хорошего настроения. И пока-пока. Увидимся.